Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее понимать друг друга с полуслова, с полужеста? Здравствуйте, друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». Все мы любим пристально наблюдать за жизнью звезд. И мало кто понимает, что публичные персоны – это тоже люди, которые любят подурачиться и покривляться. Они тоже могут ошибаться и попадать в неловкие ситуации. И сегодня в нашей программе мы познакомим вас со звездами якутского телевидения, которые окажутся в непривычной для них обстановке, как сейчас модно говорить, вне зоны комфорта. Итак, мы рады представить вам наших участников. Катерина Винокурова, Полина Долинская, Павел Танин. Утренние жаворонки якутского телевидения. Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть в нашей программе. Мне вдвойне вас радостно видеть. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и, может быть, придумали какой-то интересный девиз? Ну, команду мы назвали очень просто – КПП. А девиз у нас, Полина, продемонстрируй. Мы проснулись раньше всех, и теперь нас ждет успех. Супер! Успех! Успех! Полина Долинская обычно в выходные дни проводит в спортзале. Поддерживает свое тело и эмоциональный настрой в тонусе. Занимается йогой. Когда есть свободная минутка, читает книги по саморазвитию или классику из мировой художественной литературы. Любит проводить время со своими сыновьями. Помимо работы на телевидении, бархатный голос Полины можно услышать и на радио. У ведущей музыкальное образование, и она прекрасно поет. Полупустой вагон метро, длинный тоннель, меня несет ночной экспресс. Старый отель, и пусть меня никто не ждет у дверей. Вези меня ночной экспресс, вези меня скорей. Катерина Винокурова, настоящий трудоголик, все свое время проводит на работе. Но, несмотря на напряженный график, очень любит поспать. В выходные встречается с друзьями, ходит с ними в кино и в караоке. Любит животных. А еще Катя прекрасно готовит. Ее медовые и бисквитные торты обожают все коллеги НВК Саха. Но не только этим талантом обладает ведущая утренней программы. Катя у нас самая настоящая певица. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненасная. Солнце взойдет. Один из самых харизматичных ведущих Павел Танин играет в хоккей. С детства верен видеоиграм, а совсем недавно открыл для себя новую стезю. Он учится программированию. Еще Павел называет себя дабл папой. Он счастливый отец двойняшек. И тоже, как и его коллеги по цеху, прекрасно поет. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. А теперь давайте поприветствуем тех, кто в курсе всех новостей в республике, стране и мире. Мы приглашаем ведущих информационной службы новостей телеканала Якутия-24. В нашей студии Иван Лазаренко, Сергей Мехедов и Надежда Сахтанская. Здравствуйте. Друзья, здравствуйте, коллеги. Пожалуйста, как вы назвали свою команду? Может быть, тоже по первым буквам своего имени? И какой у вас девиз? Да, совершенно верно. По первым буквам нашего имени мы назвали команду 24. Супер. Так, и девиз? Мы продолжим следить за развитием событий. Этот девиз мы повторяем ежедневно во время наших новостей. Поэтому его легко запомнить. Думаю, наши зрители его тоже прекрасно знают. Многие знают Ивана Лазаренко как радиоведущего. Действительно, его голос в нашей республике довольно узнаваем. А теперь мы видим его по телевизору. Иван в прошлом член якутской команды КВН. Любит отдохнуть на природе, вкусно покушать и открывать для себя новые блюда. А также экспериментировать на кухне. Из последних его кулинарных экспериментов – сборная солянка. Ведущий новостей Сергей Мехедов уверяет нас, что ничем не отличается от телезрителей. Он также любит сходить в кино, смотрит сериалы, слушает музыку и читает книги. А еще Сергей играет в футбол и просто обожает настольные игры. Особенно крокодил. Поэтому без раздумий согласился на наше предложение сыграть в теле активно. Интеллектуалка Надежда Саханская сейчас получает второе высшее образование. После филологии решила для себя изучать психологию. Она также, как и ее коллеги, работает на радио. Помимо этого обожает различные интеллектуальные викторины, в которых открывает для себя новые головоломки. Слушает музыку, читает книги. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слова или фразу угадала. А вот если игроки не поняли, раз тут читает и объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется встать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-каттер». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных трех вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму — это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из «Вопросной троицы». Вы, наверное, уже определили, кто из вас капитан, да? Кто у нас капитан? Ты? Да, у вас. Бросает кубик, и у кого цифра будет старшей, тот, собственно, и начинает игру первыми. Вначале мы пригласили в нашу студию «Утро Якутия» ППК в команду, да? Потому что новости выходят первый раз только на 13-й минуте «Утро Якутия». КПК. ППК. КПП. 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 Хорошо, команда КПП. Для вас «Вопросы» из школьной программы звучит первым. Внимание на экран. Тело состоит из вещества плотностью 900 килограмм метров в кубе. Что произойдет, если мы опустим это тело в воду? Ну, оно будет на плаву держаться, плотность же меньше, у воды, по-моему, тысячи. Ну, Паша, надо как-то обсудить с членами своих команд. Ну, я все-таки все сказал. У меня нет вариантов. Есть варианты какие-то, что-то. Опустить в воду, оно всплывет. Ну да, ну вот плотность. А о каком теле вообще речь идет, интересно? Может быть, вы уже знаете. Тело в теле? Ну, из чего состоит? Ну, не, ну, тело же состоит там из множества разных вещей. Тело же может быть разным. Тело человека, наверное. Не, ну это сейчас надо вспоминать. Плотность, таблица плотности, это сложно. Сложно? Ну, вопрос-то был, что будет, оно всплывет. Согласна? Да. Да, всплывет. Хорошо, ответ принят. Давайте сверимся с учителем физики. Если мы опустим тело плотностью 900 кг на метр в кубе в воду, то оно не утонет. Оно будет плавать в воде. Потому что плотность этого тела меньше плотности воды. Паша, ты молодец. Спасибо тебе за то, что ты в нашей команде. Дома меня называют гуманитарий. Так, один балл у вас уже есть. Вопрос из школьной программы теперь звучит для команды 24. Внимание на экран. Как называется прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра равны? Нет, это прямоугольный параллелепипед, у которого все equal куб. Почему? Куб – это объемная фигура, параллелепипед – это плоская. Параллелепипед – это объемная фигура. А параллелограмма – это плоская. Так, так. Параллелограмма или параллелепипед? Короче, или квадрат, или куб. Ну, да, что-то все стороны равны. Тогда это куб. Куб? Куб. Все согласны. Ну, я так решил, команда в философии. Ну, не шар точно. Окей, ответ принят. Давайте сверимся с учителем математики. Данная фигура называется Куб. Молодцы. 1-1. Второй вопрос для команды «Утро». Внимание на экран. Назовите, пожалуйста, имя отца Александра Сергеевича Пушкина. Сергей Пушкин. Ну, обсуждать, может быть? Не надо обсуждать. Александр Сергеевич Пушкин. Папу звали Сережа. Вряд ли, да, там, Виталий. Я Александр Сергеевич, мой отец Виталий. Родной. Так, ответ принят. Давайте сверимся. Да, вы совершенно правы. Отца Александра Сергеевича Пушкина звали Сергеевич. Ну, пришлось, пришлось, конечно, здесь немножко нам подумать. Спасибо. Так, второй вопрос для команды «24». Скажите, пожалуйста, какую клятву дают врачи? Ну, гиппократа. Гиппократа. Клятва гиппократа. Да, да, Сергей посмотрел, так сказать, для подтверждения на Ивана. Клятва гиппократа. Ответ принят. Давайте сверимся. Врачи дают клятву гиппократа. 2-2. Сложнее, чем подтвердить. У нас не все вопросы такие, так что нужно держать себя в тонусе. Последний вопрос из школьной программы для «Утро». Внимание на экран. При какой температуре замерзает вода? Смотрите, она начинает при 0 градусах. Это я знаю. Стоит, лед начинает? Ну, 0 – это переходная температура. По сути, ну, можно сказать 0. Там, по-моему, был подвох с минус 1 или что-то такое. С минуса, наверное, сразу. Ну, при минусовой температуре-то уже все, идет кристаллизация. А замерзает это безмолекулы? Нет, замерзает это кристаллизация в лед превращается. Три агрегатных состояния – пар, вода и лед. Это тут ни к чему. Мало ли. Подожди, не надо. Это не отец Александра Сергеевича Пушкина. Ну, я тебя подловил. А ты про абсолютный 0 что-нибудь знаешь? А я знаю. Но не все. Я думаю, что это 0. Я слегка сомневаюсь. Я просто вспоминаю недавние минуса по ночам. И когда ночью было минус 2, утром, собираюсь в 5 утра на работу, лед был немножечко на лужицах. Я это делала так. Но лед же уже был? Да, минус 2. Значит, нет, но 0-й уже тает, значит, минус 1. Или все-таки от минус 1? Давайте минус 1. На каждый вопрос дается по 45 минут думать. А, секунды. Секунды, секунды, секунды. А звонок для учителя будет? В следующем выпуске будет. Секунды. А, секунды. И? Пускай минус 1. Там точка. Пускай минус 1. Или, может быть, как-то это должно звучать, что ниже нуля. Нет, там речь идет о точке. Там конкретно грабили. Конкретно минус 1. Почему-то за 0. Вот прям вот 0. При 0 все тает. Ну, оно как бы, если лед, он тает, если вода, она замерзает, и вот этот 0. Я думаю, что ваши 45 секунд уже истекли, и ваш вариант окончательный. Давайте минус 1. Ответ принят. Давайте сверимся с учителем физики. Вода замерзает при температуре 0 градусов. Блин. Я говорю, лужи вышло, говорят, минус 2, а там вот так вот. О, да, они такие... Так, последний вопрос для команды новостей. Внимание на экран. Какое прилагательное в английском языке используется чаще всего? Это вам не 0 градусов и не Сергей Пушкин. Нес 1 или 0. Прилагательное. А какое, может, мы по аналогии, которая на русском языке чаще всего встречается, и потом переведем? Думаешь, проще там будет, да? Хорошо, варианты из русского. А может быть, ответ был в вопросе, какое, какое, какой, типа, вич. Вот, вот, вот. Или английский, типа, там, инглиш. Ну. Английский, типа, инглиш. Слышишь, там прилагательное. Ответ, что-то не очень, думаю, какой-то, да? Вон боги. И не вспомогательное глагол, а именно прилагательное. Прилагательное у нас что? Отвечает на вопрос, какой, какой. Какой, какой. Ну. Какое. Какое. Здесь прилагательное какое, как по-английски звучит, мы не знаем. По-моему, это звучит как вич. Типа, W, H, I, C, H. Отвечает Надежда Саханская. Да. Ну, мы предполагаем, что, наверное, правильный ответ это слово «какой». И вроде как в переводе на английский звучит оно как вич. Если неправильно, то мы не претендуем на звание лингвиста. Хорошо, давайте сверимся с учителем английского языка. Чаще всего в английском языке используется прилагательное «good». Так, давайте подведем итоги. У нас получается команда 24 и КПП по два очка. А я говорила, что есть одинаковое количество очков. В этом случае капитаны команды будут вынуждены кидать наш красивый красный кубик. И у кого цифра будет старше, тот и начинает основную игру первыми. Так. Паша, давай. Кидаю кубик, да? Давай шестерку. Она вот так. Я знаю. Да. Так, надо вот так вот. Я в настольные игры еще люблю играть. Подуй. Нет, там вот это не работает. Да? Работает. Там надо понимать грани, вот так вот бросить и... Давай шесть. Два. Паша? Так. Иван Ложаренко. Минус два градуса. Вот они. Вот они и нашли тебя. То есть это опять из-за меня, да? Окей. А у них сейчас какой будет? У нас сейчас Сергей будет. Давай один. Шесть. Ну все, теперь все понятно. Можете меняться местами. Команда красных теперь, команда 24. Новости телеканала Якутия 24. А команда синих, команда из утра Якутии. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. В каком году был основан город Якутий? Не знаю. Знаю, что 390 лет ему. А когда? 390 лет, считай этот год. Ты же техна, думай. 390 лет назад. Ну, 390 лет назад. 390 лет назад. 1922. 390 лет назад? Да, верно. Подожди, это когда? А в 1633-м год? В 1632-м. Я не знаю, я не отсюда и не слежу за новостями. Из поселка Черский. Сколько районов в Якутии? Сейсарский, ослодорожный, строительный. 7. Я не знаю. 11. 50. А, нет. Их, по-моему, около 30-40, нет? Я же знала, в районе 30. Районов 40. Ну, много. Много. 30 с чем-то? Много. 30, нет, 34. 34. Самый большой по площади район? Верхоянский? Кобяйский? Компонский? Так, ну, это не Аймеконский, не Усть-Майский. Не, не знаю даже. По-моему, Оленекский. Оленек? Оленекский. Алло, эй, Оленекский, по-моему, да. Самый многочисленный по количеству населения район Якутии? Ну, наверное, город Якутии. Хангаласский? Хангалас? Не знаю. Чурабче. Чурабче, может быть? Я, верно, Кангаласский. В каком году получила автономию Якутия? 1922 год, 1922. Сколько Франции помещается в Якутии? 14. Так, по-моему, 5. Все поняли правила игры. Итак, мы начинаем. А команда красных кидает кубик первый, и таким образом мы определим, какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Так, команда красных. Команда Якутия. 24 новости. Бросает кубик первыми. Откуда, куда? Так, ну вы же, Иван, на телевидении работаете, да? Камерам не надо с ними поворачиваться. Отсюда лучше. Отсюда лучше. Он просто работает в таком телевидении, где, в принципе, вернуться нельзя. Камер нету, да? Потом повернуться нельзя. Ну что? Шесть. Что такое-то? Я вам объясняла. Ну, я погнал. Так, Иван, присаживайтесь на диванчик. Я вас предупреждала, что если кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос задают самые младшие эксперты нашей программы. Они будут объяснять слово или фразу, и ваша задача угадать, о чем идет речь. Вопрос задают первоклассники 29-й школы. Внимание на экран. Это когда берут людей трапезионного концерта или фирма. Это когда берут людей либо на работу, либо снимать. Это когда фильмы и мультика берут и могут сделать и победителям. Это такая гладкость, какого там надо выбрать, кто лучший. Я, кажется, знаю. Отвечают новости. Да, что-то, Кастин, Женю, Покин, фестиваль, чтобы берут фильмы, мультик, выбрать лучший. А тогда зачем кто-то из детей говорил, что берут на работу? Ну, да, тут как бы... Ну, а лишь ты у ребенка не говоришь. Да, может, выборы вообще. А кстати... А почему не выборы? Ну, видишь, берут на работу. А есть и фильм «День выборов». Да. Кастинг или выбор? Ну, кастинг, думаешь, ребенок знает такое слово? Ну, так вот именно и спрашивали. А сказали «выборы», и он сидит и думает. Ну, хотя выборы откуда он может знать, что такое выборы? Ну, там вот прием работы выбрать нечего. Я хочу уточнить, что ребятам было дано задание не использовать однокоренные слова. А-а-а. Вот оно что. Ну, наверное. Ваш ответ? Тогда попробуем предположить, что это кастинг. Может, собеседуем. Так, ответ принят. Ну, давайте посмотрим продолжение рассуждений, и, может быть, у вас поменяется мнение. Да, так можно было. И он может стать кем угодно. Конкурс дает нам право сыграть в фильме и принять участие в конкурсе красоты. Это когда прошел какие-то испытания, конкурсы. И результат чем? Результат хороший, отличный. Это когда ты хочешь куда-то записаться, тебе нужно пройти отбор. Если ты сделал все, как учитель сказал, и ему понравилось, то тебя берут. А если не понравилось, то не берут. Туда собираются много-много желающих и выбирают самого лучшего. Может быть, вы поменяли свое мнение? Нет, все похоже на кастинг. Кастинг? Да. И абсолютно верно, это кастинг. Перед, перед, скидки. Вы делаете первый свой шаг, а точнее шесть шагов вперед. И вам торжественно, как мы вас учили, как в театре, фишку красного цвета. Каждый шаг проговариваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поздравляем. Команда «Утро Якутии», ППП. Я тут начешу. Полина? Нужно семь? Как-нибудь. Я не знаю. Сделай семь. Шесть. Да! Ну и вас опять ждут объяснения наших малышей. Присаживайтесь, Полина, на диванчик. И ответ вы решаете коллегиально. Смотрим на экран. Я такая, когда ты переходишь со школы, я рассказываю родителям то, что ты никогда не знала. И это не секрет. Это такая проблемка, которую нужно срочно сообщить. Это такое телевидение, в котором можно посмотреть где угодно. Можно на телефоне, на ноутбуке, на компьютере. Так, ответ уже есть. Это новости. А посовещаться. Я тебе на ухо сказала, что это новости. Я тебе про минус два напомню. Потом. Это такая проблемка, которую нужно сообщить. И это не секрет. Это не секрет. А когда что-то узнал, в школе приходишь, маме рассказываешь, это тоже не секрет. Это новость. Новость. Послушаем. Да? Дальше. А некоторые больше всего смотрят на телевизоре. Это когда по телевизору говорят важные события. Это можно слушать по телевизору, по радио. Это можно прочитать в газете. Это когда говорят по телевизору, что кого-то помали. Какая-то новая информация, которую мы только что узнали от людей и по телевизору. Это когда человек приходит и говорит, что сегодня было. Это новости. Кринальная сводка там же поймали. Вы говорите, да, о том, кого-то поймали? Конечно. Вы говорите, кого поймали? Да. Абсолютно верно, конечно же. Это новости. Полина также делает торжество на шеи шагов вперед. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Можно было так сделать. Давай. Команда красных продолжает игру. Кидайте, пожалуйста, кубик. Сергей. Так. Четыре. Так. Двигаемся на четыре клетки вперед. Нет, сперва двигаться не нужно. Двигаться нужно в случае успеха. Раз, два, три, четыре. Рисовать. Сергей, вам предстоит рисовать. Подходите к нашему столику. Выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на желтый фон. На ней нарисован карандаш с писточкой. Своим ребятам карточку не показываем, у кого хорошее зрение. Это нужно нарисовать. Карточку дайте мне. Время. Лицо. Ну, собственно, лицо человека. Бородавка на лицо. Бородавка на лицо. Бородавка, это верно. Ну, здесь... Он-то вам и Ваня нарисовал. Замечательно. Замечательно. Двигайте свою фишку на четыре шага вперед. Ну, так многие в детстве подходят. Три, четыре. Четыре. Здорово. Супер. Так, команда синих продолжает игру. Пожалуйста, Катерина. Покажи им всем. Нам нужно пять. Да. Три. Тоже нормально. Два, три. Это что? Это фантомима. Это надо показать. Господи, да? Время. Круглая. Открываешь. Консервный нож. Консервная банка. Открывашка. Консервный нож. А, в эти штаны консервные ножки. Ну, как-то консервный нож. Шустрый, шустрый секунд, по-моему, даже меньше. Ура! Супер. Да, Гатя, пожалуйста. Нет, все. Такие финальные объятия, но нужно сперва подвинуть свою фишку. На три шага вперед. Синяя, да? Синяя, да. Так, сюда. Нет, так. Раз. Нет, 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 вот сюда. Все правильно, да. Раз, два, три. Все верно. Так, все верно. Команда красных продолжает. Вышит в спину. Надя. Это входит в перечень интеллектуальных игр, которые ты смотришь? Я думаю, отчасти. Во всяком случае, вопросы с детьми уж точно. Я согласна. Так, один. Говорить. Говорить. Ну, это ваша стезя. Время. Два слова. Противоположность к слову отремонтированный. Сломанный. Сломанный. Из чего течет вода? Кран. Сломанный кран. Да, это было шикарно. Шикарно. Так, пожалуйста, я сделаю пластичку. Ура! Супер. Давай, покажи им класс. КПП. Так. За пять. Так, ага. Значит, нет, пять не надо. Потому что потом будут трудности с выходом в финал. Финиш. Все правильно, да. Об этом нужно помнить. Тут надо грамотно. Нам идеально сюда три подойдет. Давайте. Самое такое оптимальное. Туда куда-нибудь кину. Оп. Оп. Не сломать бы ничего. Не перевернуть. Шесть. Ну, тоже неплохо. Это получается раз. А, дети же. Дети. Дети. Присаживайтесь на диванчик, послушаем детей, первоклассники 29-й школы. Это человек, который дает знания и дает родителям работать. Это такая профессия, которая работает в школе и помогает детям развивать знания. Учитель. Есть подозрения. Может быть, завуч? Педагог-организатор. Там еще в школе работает. Здесь в речи вообще о школе. Физрук. Физрук. Трудовик. Он тоже много чего дает. Ну, это все учитель. 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 Одним словом. Ну, я не думаю, что, да, сейчас дети будут такие сидеть и вот прям полное наименование своей вот должности. Заведую. Заместитель директора по воспитательной и внеурочной. Вряд ли будет, да, ребенок так. У него просто учитель. Вряд ли, да, учитель. Учитель. Ну, мы же послушаем еще продолжение. Ну, он же сказал, давайте послушаем продолжение. Может быть, ваше мнение изменится. Этот человек работает в школе и преподает. Это тот человек, который дает детям знания. Человек, который дает новые знания. И мы от этого человека набиваемся знаний и становимся умным. Она учит уроки. Это учитель. Ну, или преподаватель, может быть. Может быть, сейчас дети вот их на такое способны называть. Ну, в принципе, вы-то учитель. Учитель? Учитель. Вы точно уверены? Абсолютно. Да. Ну, а кто еще может в школе давать знания, вести уроки? Или педагогу? И давать родителям работать, это самое главное. Ну, да. Ну, так, конечно, ты в школу отдал. Ну, пока дети, организованные в школе, родитель может обеспечить им деньги на школу. Да, организация. Да, абсолютно верно. Это учитель. И двигайте свою фишку вперед. И победителем сегодняшней игры. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И все? И все? Да, наша игра завершилась. Да? Реклама, мы все, что ли? Ну, я поймал. Ребята, ребята из информационной службы думают, куда мы попали вообще? Так все быстро. Да, к сожалению, вам не достался вопрос от артистов Якутской филармонии. Мы готовились. Вам не досталось задание. Нет, давайте послушаем. Вы кто первый ответят, тот классный. Вот тот классный. А давайте послушаем дальше, да, как будут события развиваться. Давайте. Кидайте свой кубик, посмотрим. Так, два. Да? Может, сейчас мы их и догоним. Неа. Мы тут тоже продолжим следить за развитием событий. Да. Четыре, ладно, Ваня, четыре. Шесть. Вам нужно будет выполнить два задания. Два задания. Рискнем? Ну, а почему нет? Давайте. Давай. А каких? В начале пантомима. Подходите к нашему столику, выбираем карточку, смотрим голубой фон, на нем изображена маска. Время. Сундук? Ну, я... Это сундук. Подождите, подождите. Иван, присаживайтесь на диванчик. Мне понравилось. Я хочу вас сундук показать. А теперь послушаем объяснение малышей первоклассники 29-й школы. Это тот человек, который веселит посетителей или грустит. Такой человек может показывать смесливые фокусы. Этот человек приходит в цирк и смешит людей. Такой человек, который в цирке смешит людей. Это человек. Ага, что за человек? Клоун. Клоун. Это однозначно. Клоун. Или Паша, да. А, Вика, смешить людей, это же великое призвание. По утрам. По утрам. Вообще жизнь. Паша. Что? Ну, это Паша, да? Да, это я. Не клоун. Это я. Ну, я вас поздравляю, вы справились с двумя заданиями, но в этой игре у нас победило утро Якутия, команда КПП. И мы вручаем вам электронный сертификат от туристической базы мечтателей, которая находится в местности Сатал. О, круто! Это электронный сертификат, я вам отправлю чуть позже. Поделитесь впечатлениями, что... Давайте завтра соберемся опять. Что вам понравилось, что как-то вы не поняли, может быть? Нет, все нормально, мы все прекрасно поняли, что связались с очень хорошими людьми. Ну, и действительно было очень интересно побывать в обычной на себя стезе, то есть... В обстановке непривычной, как я вначале говорила. А так все здорово, задания интересные. И, ну, да, очень жаль, что мы чуть-чуть... Чуть-чуть. Надежда, я знаю, что ты готовилась к сегодняшней программе, ты просматривала предыдущие игры, ты любишь играть в подобное, да? Ну, может быть, более интеллектуальное. Вот какого задания ты больше всего боялась и, наоборот, ждала? А, действительно, смотрела. В общем-то, в одном из выпусков была пантомима со словосочетанием «петрушка для супа». Представьте себе, как это вообще возможно показать. Если словами объяснить или изобразить еще более-менее, то здесь нет. И, да, действительно, было бы... Это можно показать. Опасалось чего-то показать того, что без слов объяснить невозможно. У нас еще есть такая фраза вот среди вот этих карточек. «Показ коллекции марок». Это нужно нарисовать. А угадать нужно слово в слово. Сергей, ваши впечатления какие? Ну, как говорится, вкусно, но мало. Еще бы... Игра длилась бы дольше, и, я думаю, впечатления осталось бы гораздо больше приятно. Но я думаю, что вы нас еще пригласите, и мы еще поиграем. Обязательно. Мы очень хотим взять реванш. Ребята? Ну, я, во-первых, поддержу, что мысль, да, вкусно, но мало. Я когда выбрасывал шестерку, я думал, надо будет потом единичку кидать, чтобы там финиш выйти, что-то у меня перепуталось в голове. А я раз-два-три в дамках, и как-то так все... Стремительно. Стремительно, да, очень, ну, хотелось бы, конечно, подольше всем этим заниматься. Ну, а в целом, да, немножко в другую атмосферу все равно в том же телевидении окунаешься. Даже несмотря на то, что утром мы все-таки более развлекательный формат, ближе к вам, тем не менее, другая атмосфера, немножко переключиться, сменить обстановку, это классно. Зовите еще. Это было главное. Можно каждую неделю. Да. Отлично. Полина? Я, как и боялась, это, конечно же, вопросы по школьной программе. Вот это вот тема, которая у меня проседает, потому что, во-первых, тут всегда никогда не угадаешь, какой вопрос тебе зададут. И в некоторых моментах, как с физикой, это прямо моя больная тема. Ну, Галина Александровна, спасибо вам за все, но вы видели, да, ничего не изменилось. За то, что лед тает при минус двух и минус одном. Да, ничего не изменилось. Но мне очень понравилось объяснение деток, и я опять-таки вспомнила, что пока что я со своими детьми, вообще с детьми на одной волне и понимаю. Спасибо. Вот это было главное. Зато мы знаем, как зовут отца Александра. Ну да, а еще, я знаю, дедушка у него был Ганнибал, вот, араб, который Петр женил. Да, на самом деле, правда, не хватило, как-то вот только вот начали вроде как разгоняться, и уже все, оказывается, и такое бывает. Но спасибо, да, организаторам этой программы, чтобы действительно смогли отвлечься в каких-то повседневных буднях. Огромное спасибо вам за участие. Мы прощаемся с вами и с телезрителями. Даже самое простое слово порой трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра телеактивно. До новых встреч. Ура, пока! Капитанская рука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова